Сентябрьское повышение цен на услуги ЖКХ второе за год. Первый раз тарифы изменились совсем недавно, в июле. Теперь дорожают услуги отопления, водоснабжения и водоотведения. Стоимость газа и электроэнергии остается прежней. В каждом населенном пункте свои расценки. В Благовещенский куб холодной воды подорожает почти на 2,5 рубля, горячий примерно на 3,5. Рост тарифа на холодную воду 14,8% к действующему тарифу с 1 июля. Тариф на водоотведение 10,5% и тариф на отопление 0,9%. Как уже было сказано раньше, плата за отопление занимает наибольший удельный вес в структуре платы за коммунальные услуги. И поэтому рост платежей граждан будет в рамках тех 12%, которые были установлены на второе полугодие 2012 года. Между тем, ожидается, что плата за отопление все же значительно вырастет. По крайней мере, для жителей домов, где не установлены общедомовые счетчики. Платить за тепло они будут по нормативам. А эти нормативы область должна утвердить в сентябре. Эти нормативы могут увеличиться до трех раз на тепло. То есть самое дорогостоящее у нас идет, это удельный вес нашей квитанции в целом. Это процентов 40, если не больше, занимает тепло. И вот эта сумма может увеличиться до трех раз. То есть это официально сейчас находится в разработке. То есть стоимость коммунальных услуг у нас действительно, я так думаю, с 2013 года, ох, как вырастет. Показания общедомовых счетчиков коммунальщики должны начать учитывать именно с 1 сентября. В этот день в стране в силу вступят новые правила предоставления коммунальных услуг. И жители должны будут оплачивать еще и общедомовые нужды. Пока общедомовыми счетчиками оборудован только каждый пятый дом. При этом новая квитанция для благовещенцев уже разработана. В платежном документе появился раздел показания индивидуальных приборов учета. Теперь, согласно все тем же новым правилам, у владельцев квартир появляется новая обязанность. С 23 по 25 число каждого месяца самостоятельно предоставлять в РКЦ показания внутриквартирных счетчиков. По телефону, по электронной почте или придя в центр лично. Это новшество уже вызвало недовольство среди потребителей. Я звонила целый день. Если человек на работе, они не берут просто трубку и все. Но не каждый сможет сюда прийти. Вы поймите, вот у нас живет семья старичок со старушкой. Они сюда вообще никогда не придут. Они там, может быть, расходуют чуть-чуть себе электроэнергию, экономят на все. Как они сюда придут? Им будут бешеные деньги начислять. Я заполняю, допустим, 27-го, да? Они заполняют первого. У нас расхождения будут по-любому. Я не знаю, для чего это делается, но очень неудобно. Вот все люди, получается, свой выходной тратят на то, чтобы прийти и вот это все заполнить. Да зачем это надо? Это канитель. Канитель. Натуральный канитель. Было хорошо раньше, не знаю, а делали еще. А я, а у меня что, интернет есть? У меня интернета нет, у меня компьютера нет. Если потребитель не предоставил показания по своим индивидуальным и квартирным приборам учета, то мы будем насчитывать ему норматив. Соответственно, при предоставлении показаний прибора учета сумма нормативного начисления автоматически пересчитается. Благовещенцам коммунальщики рекомендуют вовремя предоставлять показания внутриквартирных счетчиков в расчетный центр и не затягивать с установкой общедомовых приборов учета, так как платить за услуги по нормативам в большинстве случаев невыгодно. Наталья Храмова, Василий Пронькин, Альфа Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова